Всем привет-привет! Одна из моих подписчиц выиграла у меня орхидею, и сегодня я хочу показать перечень орхидей, из которых она сможет выбрать для себя свою хотелку, и я ее потом отправлю при помощи, скорее всего, боксбери, а не сдека в Казахстан, потому что моя подписчица Айжан живет именно там. Раньше она у меня покупала орхидеи каждую весну или лето, а в этот раз она присоединилась к нам на патреоне, несколько месяцев участвовала в розыгрышах, ей не везло, и вот апрельский розыгрыш ей улыбнулся. Если раньше я выставляла заранее список орхидей, которые мои подписчики смогут рассматривать в качестве приза, если они их выиграют, то в этот раз мы играли вслепую, что называется. Я замоталась другими делами, была занята и не выставила список орхидей, но специально для Айжан, поскольку в Казахстан отправки дороговаты, я сегодня сделаю подборку не очень крупных орхидей, чтобы она не разорилась на отправке. И первый лот, что называется, это вот такой вот беглип, который я недавно получила по почте, вот, он предназначался как раз-таки для розыгрышей, и посмотрите, перед отправкой у него была вот такая вот потрясающая многоступенчатая губа. Когда у меня доцветашка распустилась уже в моих условиях, я сначала губу не могла вообще понять, она была сложенная, знаете, как вперед выставленная мощная челюсть, а потом, когда все раскрылось дня через три после начала таинства, я увидела, что вот той многоступенчатой красивой многоярусной губы у нас нет. Но я думаю, что это просто казус первого домашнего цветения, я надеюсь, что это просто первый блин комом, и в следующем домашнем цветении Айжан точно получит вот все то великолепие. Магазинный цветонос очень-очень длинный, сильно разветвленный, как рога оленя, но я его перед отправкой срежу. А вот сама розетка листьев, она очень-очень компактная, и если Айжан ничего больше не будет приобретать из моих орхидей, а попросит отправить ей только этот ее выигрыш, то я думаю, что в коробочку размера S в Боксборе мы запросто все это уместим. Следующее компактное растение, которое Айжан может выбрать, это вот такая котлейка. Она у меня уже очень-очень давно, и мои подписчики 18-19 годов могли помнить ее, потому что я ее сажала то так, то сяк, и в итоге последний год или полтора она у меня сидит на блоке и не жужжит. Но из-за того, что я ее постоянно куда-то сажала, экспериментировала, плюс мы отращивали новую корневую систему, она у меня ни разу не цвела. Но сейчас она у меня хорошо так разрослась, сидит на вот таком вот блоке, по-моему, создание которого я тоже на своем канале показывала. Вот так она у меня пьет, да она и живет в этом корыце, потому что есть петелька для подвешивания, но я не люблю, когда с блоков капает, осушить их в ванной и потом нести обратно в комнату, чтобы водрузить на их место законное. У меня столько времени и терпения нет. Так вот блок этот, мне кажется, я показывала, как я его сооружала. Это крупный кусок коры, а там две подложки из мха, между ними джутовое волокно натянута, корни уже вовсю там резвятся. Снизу и сверху при помощи клевого пистолета я намострячила шапочку сверху и подончик снизу. В принципе, эту посадку я бы не рекомендовала менять. Тому, кто эту орхидею от меня получит, или айжан в качестве выигрыша, или кто-то у меня ее потом купит, я бы не рекомендовала. Я вообще считаю, что если какому-то растению хорошо в той посадке, которую вы наконец-то для него подобрали, то и не надо пытаться заниматься лучшайзингом, потому что лучшая, как говорится, враг хорошего. Далее, следующий лот. Это сидерей джапоника Минмару. Мне кажется, что айжан в прошлом году принимала участие в нашей игре ВКонтакте. Игра называлась «Рим в корень орхидейный». В рамках той игры участники вслепую приобретали у меня орхидеи. Они выбирали одну из трех ценовых категорий, которые я предлагала на выбор. И я наполнением этой посылки занималась самолично, без участия того, кто ее проплатил. Это была игра вслепую. Я эту игру назвала «Игрой для азартных архоманов». Так вот, в прошлом году в каждую посылку «Купи кота в мешке» входила какая-нибудь керамика для посадки орхидей. И вот такой вот замечательный малыш сидерей джапоника Минмару. Кто спрашивает, почему я не продаю цветущие Минмарки? Ребята, это такой увлекательный процесс. Растить цветонос и потом им любоваться и нюхать этот аромат. Чудесно, что расстаться с цветущими или цветшими экземплярами я просто-напросто не могу. У меня рука не разжимается. Я продаю все орхидейки. Как сказать, возраста цветения абсолютно половозрелыми. То есть, если вы создаете им те условия, которые благоприятствуют цветению, то они вас вскоре тоже могут порадовать. Я, кстати, сейчас жду цветения нескольких экземпляров, но сегодня мы говорим не про них. Так вот, Айжан, если вы получали от меня сидерейку джапонику Минмару, то, может быть, она вас в этот раз не заинтересует. Или, как у меня недавно подписчица одна, которая купила в прошлом году парочку, в этом году купила своей дочке пару Минмару и еще и себе третью штучку. По-моему, третью. Вот. То есть, они такие, знаете, малепусечные, такие хорошенькие, такие мимимишные. И если зацветают, то это такой взрыв эмоций, что отказаться еще от одного экземпляра бывает очень-очень тяжело. Следующий претендент на поездку в Казахстан — это компактная, но очень сильно разросшаяся патинара Creation. У меня несколько экземпляров, и их можно будет приобрести, кстати. Так вот, это должна быть очень миниатюрная котлейка, при этом у нее достаточно крупные по сравнению с размером псевдобульб цветы. Я нашла несколько вариаций цветения этой патинары в интернете, сейчас все их вам покажу. Я думаю, что нужно сделать скидку на какую-то определенную долю фотошопа все-таки, сами понимаете. Итак, эта патинара очень компактная, там много псевдобульб, а вот эта красавица, да, волосатая свинка, потрясающая просто орхидея, она не отличается компактным размером, у нее длинные и достаточно тонкие псевдобульбы, то есть, если Айжан вдруг помимо этой выигранной ею орхидеи захочет еще какие-то орхидеи у меня приобрести, то мы по-любому уже в размер S, что в сдеке, что в боксбуре не помещаемся, придется брать тогда следующий размер коробки, а вот в него эта орхидея должна, мне кажется, уместиться хотя бы по диагонали. Айжан, смотрите, какая красота, если в вашем Казахстане нет ничего подобного, предлагаю вам об этой красотке подумать, это просто какой-то космос. Одну из этих котлей я дарю Ирине, отправляю скоро в Крым посылку, одну оставляю у себя. Если Айжан не выберет себе в качестве приза эту орхидейку или не захочет ее приобрести дополнительно к другой орхидее, да, которую она выберет, вот, то тогда я свободный экземпляр пущу в свободную продажу, он появится в моем альбоме ВКонтакте на моей личной странице, не в группе в нашей, из Рим в корень орхидейный, а на моей личной странице. В первую очередь я предложу его своим подписчикам на Патреоне, если там никто не захочет эту красоту приобрести, то тогда я буду предлагать ее в других местах, в том числе в недавно созданном, в недавно созданной группе в WhatsApp и на канале Телеграм, ссылки на которые я оставлю под сегодняшним роликом. Ну что же, Айжан, выбирайте, пожалуйста, себе орхидею, дайте мне знать, как можно раньше, потому что времени для того, чтобы разослать свои орхидеи, перед летом у меня остается очень мало, и поэтому жду вашего решения, все остальные орхидеи, которые вы не выберете, они будут пущены в свободную продажу. Все, мои хорошие, ссылки на все свои ресурсы, где вы можете меня найти, я оставляю в инфобоксе под сегодняшним роликом и в первом закрепленном комментарии на канале YouTube. Все, увидимся в следующих моих роликах, всех целую и еще приду.